Вести Ульяновск в прямом эфире телеканала Россия в студии Владислав Витковский. Добрый вечер, смотрите выпуск. Массовое отравление в Ново-Ульяновске. В эпиднадзоре считают, что причина в водонапорной водопроводной воде. Прокуратура проводит проверку. Услушав приговор, упал в зале суда. Сегодня определили наказание бутлегерам, которые травили спиртным несколько регионов России. Браконьерский улов в 5 тонн рыбы в Старой Майне возбуждают уголовное дело. А кого поймали сегодня? Массовая вспышка кишечной инфекции в Ново-Ульяновске. За двое минувших суток в больницу города обратились более 30 человек, большая часть из которых дети. В правительстве региона сегодня состоялось экстренное заседание КЧС, а прокуратура области начала проверку. Температура, тошнота и рвота. 34 человека за два дня в Ново-Ульяновске обратились в местную больницу с типичными признаками кишечной инфекции. Это первая подобная вспышка за 4 года. На месте уже побывали главный детский инфекционист и главный эпидемиолог области. У обратившихся был диагностирован норовирус. В Роспотребнадзоре были отобраны пробы все необходимые, то есть проведены беседы с заболевшими, где какие контакты были. Полностью закончились все лабораторные мероприятия, где-то в течение пяти суток должны быть. Из числа заболевших подавляющее большинство дети, в основном из первой школы, но все из разных классов. Объединяет их только то, что они подтвердили при личном опросе. Каждый пил сырую воду из-под крана. Этим может объясняться слабая концентрация инфекционного вещества и относительно легкое течение заболевания, говорят специалисты. Госпитализировано в Новоульяновскую городскую больницу 29 человек. Это 22 ребенка и 7 взрослых. Два ребенка госпитализированы в детскую инфекционную больницу в городе Ульяновске. И трое взрослых находятся на амбулаторном лечении. У них легкое течение. У них у всех положительная динамика. Температура снижена, проявлений болезни уже практически нет. Они пока остаются в больнице. Тяжелых случаев заболеваний не выявлено. Основная версия случившегося – заражение воды. 14 мая в Новоульяновске проводили ремонтные работы водопровода. Подача воды была прекращена на несколько часов. И потом, после включения воды, возможно, какие-то были подсосы где-то чего-то. И вот порции, определенная порция, будем говорить, микробного вирусного инфектанта могли были попасть вот в этот период. Но мы говорим, что о локальном, возможном, предположительном инфицировании определенного участка водовода, который обеспечивает водой определенный участок Новоульяновска. Специалисты Роспотребнадзора говорят, что эта версия логичнее и правдоподобнее всех остальных. Чтобы выйти на нее, было проведено целое расследование. Поэтому мы всегда, как правило, связываем, учитываем и географическое расположение, потому что по четырем улицам это зеленое обозначение. Следующий момент. Практически все дети, они не общаются практически в разных классах и употребляют сырое воду. В администрации города Новоульяновска стараются не делать поспешных выводов и ждут результатов анализов. Поставили фильтры во всех школьных и дошкольных учреждениях, чтобы вода циркулировала. И для того, чтобы потом эти фильтры отдать на анализы и выяснить причину, откуда что такая инфекция. Первые результаты проб воды будут получены уже сегодня вечером. В течение ближайших суток будет ясно, откроют ли для учеников свои двери школы Новоульяновска в понедельник. А пока председатель регионального правительства Александр Смекалин поручил провести свое расследование. Провести свою проверку, такое небольшое расследование, с точки зрения соблюдения ООО «Источник» технологии проведения ремонтных работ. То есть есть ли документация, что сделано, была ли промывка, не была ли промывка. Прокуратура Ульяновской области также начала свою проверку. А пока проводится расследование причин вспышки норовируса в Новоульяновске, врачи напоминают, что сырую воду из-под крана лучше не употреблять в пищу. А также призывают население области тщательнее и чаще мыть руки и овощи и фрукты, а при первых признаках кишечной инфекции обращаться за квалифицированной помощью в медицинские учреждения. Ирина Силкина, Алексей Прохоров, Вести, Ульяновск. Не помогло даже покровительство полковника полиции. Суд сегодня отправил в колонию строгого режима банду бутлегеров. Троих бизнесменов обвинили в причастности к производству и сбыту особо крупных партий немаркированного алкоголя. Производства и сбыта были отлажены четко. Ежемесячно 7,5 миллионов бутылок с конвейера, 300 миллионов рублей прибыли в карман. Кристина Агафонова продолжит. Роман Гагичаев готовился к тому, что отправится в колонию, но такого долгого срока, видимо, не ожидал. А вот 50-летний Геннадий Абросимов, пока оглашали решение Ленинского районного суда Ульяновска, на ногах стоял крепко. Выслушать приговор фигуранты громкого контрафактного скандала пришли не в полном составе. Еще накануне одного из троих коммерсантов госпитализировали. Подозрение на инфаркт шепотом предполагали на скамье подсудимых. Адвокат ничего не подтверждал. В ожидании наказания подсудимые скромно склонили головы. А вот масштабы предприятия, которые в свое время организовала «тройка», скромным никак не назовешь, считают следователи. Высокотехнологичное оборудование, тысячи тонн сырья, миллионы поддельных акцизных марок. Производство алкоголя в промышленных масштабах. Спиртные напитки разные. Спиртные напитки. Разные? Ну, один вид. А? Один вид. Один вид? Ну, судя по коробкам, там много видов. Одного цеха оказалось мало, но открытие филиала «Алкофабрики» оказалось опрометчивым шагом. Он не успел проработать даже месяц с сомнительным бизнесом. Заинтересовались сотрудники ФСБ. В результате спецоперации, проводимой в сентябре 2016 года, во взаимодействии с региональным ОМВД, прекращена деятельность двух крупных производственных линий по розливу и закупорке фальсифицированной алкогольной продукции. Из незаконного оборота тогда было изъято более 80 тысяч бутылок готового к реализации алкоголя, произведенного под видом различных известных брендов. Более 100 тысяч литров спирта. Однако объемы производства оказались гораздо больше. Ежедневно в этих цехах с конвейера сходили по 25 тысяч бутылок крепкого спиртного. Сбыт с левых производственных площадок отладили четко. Готовую продукцию фурами отгружали в крупные магазины за пределами Ульяновской области. И сколько в день примерно тут получалось? Я этим не считаю, я даже еще не помню ситуацию. Ну то есть все вот эти станки, вся эта аппаратура была задействована, да? Ну да. Доходы самих бутлегеров подсчитали следователи. Алкогольный бизнес приносил подсудимым более 300 миллионов рублей ежемесячно. Судьбу масштабного производства, что на окраине города, решали здесь, в самом центре Ульяновска. В кабинете заместителя начальника регионального УМВД. За ежемесячную плату теперь уже бывший полковник полиции Эдуард Осянин предоставлял нелегальным предпринимателям сведения о ведомственных проверках. Лишенный звания полковник уже в колонии строгого режима. А щедрым предпринимателям предъявили обвинение сразу по нескольким статьям. Органами предварительного следствия вменяется обросимого Гагичаеву Ялашвили незаконное производство, хранение фальсифицированной алкогольной продукции, незаконное использование чужих товарных знаков, а также дача взятки должностному лицу. Сотни листов приговора судья зачитывал не один час. В итоге Геннадий Абрусимов проведет в колонии строгого режима 14 лет. Его подельники годом меньше. В государственную казну всем троим бизнесменам придется вернуть почти 40 миллионов рублей. Кристина Агафонова, Антон Никитин и Денис Миронов. Вести. Ульяновск. День без сетей. Акция с таким названием прошла сегодня в 30 регионах России, в том числе и в Ульяновской области. Суть в проверке водоемов на наличие незаконно установленных приспособлений для лова рыбы и их уничтожения. В нашем регионе специальные рейды провели сразу в нескольких местах. В Старомайнском районе, неподалеку от Димитровграда, а также в акватории Волги в областном центре. В Ульяновске в рейде побывала и наша съемочная группа Игорь Кранцев с подробностями. Несколько судов, на которых представители рыбоохраны, Минприроды, линейного отдела ОМВД на транспорте. Рейд, который организовали в Ульяновске, в какой-то степени можно именовать и спецоперацией. Хотя подобные мероприятия, пусть иногда и в меньшем составе, проводятся регулярно. И улов у проверяющих структур порой весьма серьезный. Буквально вчера случилось такое неординарное событие в Старой Майне. Был взят крупный браконьерский улов. В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Нарушителей может ждать штраф. И очень существенный. Речь идет о незаконном вылове ни много ни мало пяти тонн рыбы. Да еще и в период нереста. Столь крупную партию незаконного улова можно встретить нечасто. А вот нарушители помельче попадаются регулярно. Хотя, как признаются в линейном отделе полиции, злоумышленники постоянно придумывают новые уловки. Но и это не помогает. Рыбаки становятся современными, идут в ногу со временем. Все мы знаем о таких устройствах, как GPS-навигаторы. Они просто сохраняют точку в GPS-навигатор, где была установлена сеть. И приходят к ней хоть ночью, хоть днем. Мы ее не увидим, так скажем, глазом невооруженным. А они знают, где находятся, подходят и спокойно совершают преступление. А ловить таких удавалось? Ну, конечно, стараемся всех поймать. То есть у нас свои методы. У них свои методы, как нас запутать, у нас как их распутать. А еще этот рейд – проверка состояния Куйбышевского водохранилища. В нынешнем году его уровень весной заметно снизился. Бить с тревогу, по словам специалистов, не стоит. Но наблюдать за состоянием изменившегося водоема обязательно нужно. При низком уровне прочищается русло, где это возможно. Открываются родники, которые были закрыты при высоком уровне. Ну, вот ученые говорят, что критической ситуации в этом году не достиглось. И все же изменившийся уровень воды – не помеха для браконьеров. Помимо уже упомянутого случая в Старомайнском районе, в нынешнем году составлено порядка 500 протоколов на браконьеров. В ходе нынешнего рейда, сетей или каких-либо других браконьерских приспособлений на Волдле обнаружено практически не было. Возможно, виной тому погода. Достаточно большие волны, а потому браконьеры на воду не выходят. Однако, до окончания нереста, а это 5 июня, рейды будут продолжаться регулярно и в усиленном режиме. Игорь Кранцев, Дамир Губеев, Вест Ульяновск. Японская весна на Волге продолжается. Вместе с делегацией из страны восходящего солнца в Ульяновск приехала и 9-кратная чемпионка мира, 23-кратная чемпионка Европы и 14-кратная чемпионка России по сумму Олеся Коваленко. Она встретилась с ребятами из многодетных семей, рассказала, как случайно встретила своего первого тренера по другому восточному единоборству, по дзюдо, и как спорт стал неотъемлемой частью ее жизни. Признается, когда-то она сама была источником мотивации для себя, поэтому такие встречи проводят всегда с удовольствием. Вдруг кто-то из тех, кто сегодня впервые прикоснулся к восточному боевому искусству, уже завтра примет решение, чему посвятить всю свою жизнь. Мне всегда интересно, потому что я вижу, как горят их глаза, как у них появляется интерес к занятиям спорта. Ну, в общем, такие встречи, они очень происходят всегда эмоционально и зажигательно. И вот очень классно, когда появляется желание заниматься спортом у деток. Олеся показала, как правильно нужно приветствовать соперника, как показать, что ты пришел сюда за победой, но только в честном поединке. После чего предложила самым смелым побороться с ней, попытаться вытолкать из-за предела воображаемого круга, в котором обычно проходят поединки. Позже ребята смогли уже помериться силами друг с другом, но, как ни странно, каждый раз победитель не менялся. Дружба врала верх над спортивным азартом. Ну и, конечно, кроме новых спортивных навыков, ребята ушли со встречи с новыми знаниями о такой далекой и таинственной стране, как Япония и новым спортивным запалом. Завтра, 18 мая, в 8 часов 40 минут на телеканале «Россия-1» прямой эфир с участием главы города Ульяновска Сергеем Панчином. Звонки от телезрителей во время трансляции будут приниматься по телефону 46-33-39, код города 84-22. Далее прогноз погоды от Ульяновского гидромедцентра. У меня на этом все. Я благодарю вас за внимание. Приятных вам выходных. ГТРК «Волга» объявляет новый конкурс «Лето – это маленькая жизнь». Запишите веселое видео про ваш летний отдых и отправьте видео к нам. Автор самого популярного ролика получит приз «Путевку на отдых на берегу Волги». Подробности конкурса на официальном сайте gtrk.defisvolga.ru Деловые партнеры конкурса «Строительный гипермаркет «Сарай», сеть салонов оптики «Симбирский взгляд» и клиника лазерной хирургии «Варикоза нет». Это супруга, которая вдруг осознала, что все выходные без сериалов, потому что муж забыл, что на даче нет цифрового ТВ. А это грустная очень девица, которая долго будет на папу сердиться за то, что на даче нет цифрового ТВ. А это сын, смотревший футбол без конца, который теперь ругает отца за то, что на даче нет цифрового ТВ. А это глава семейства с рассадой, кусающей локти с досадой. Ведь как просто все сделать заранее, чтобы было на даче цифровое ТВ. В ближайшие сутки атмосферное давление будет слабо расти. Температура воздуха ночью по области от 3 до 8 градусов тепла. В Ульяновске от 5 до 7. Завтра днем по области плюс 14, плюс 19. В Ульяновске от 16 до 18 градусов. В лесах области сохраняется высокая пожарная опасность четвертого класса. Субтитры создавал DimaTorzok